Около 900 маленьких саровчан в этом году пойдут учиться в первые классы. Большой наплыв учеников ожидают в школу нового района, особенно в 11-ю и 17-ю, и в Центр образования. Это организация, куда идут учиться дети, проживающие на территории, ранее закрепленной за лицеями и гимназией. Уже второй год подряд эти школы не набирают детей в первые классы. В 2020 году Центр образования планирует принять около 150 детей. Пока нет определенности, сколько будет классов. Возможно, 5 по 30 человек или 6 по 25. Окончательное решение примут после того, как завершится приемная кампания. Из лицеев и гимназий в этом году на работу в Центр образования переходит только 4 учителя. Других будут искать. Выбрать педагога для своего ребенка напрямую нельзя. Мы всегда говорим, что распределение детей по классам – это только право образовательной организации. Поэтому в данном случае мы всегда говорим, что это остается только полномочия образовательной организации, а не родители. Потому что удовлетворить желания всех, конечно же, мы не способны. Дети, которые пойдут учиться в Центр образования, через 4 года его закончат. И на общих основаниях вместе с учениками других школ будут сдавать экзамен для поступления в лице и гимназию. Центр образования реализует те же общеобразовательные программы начального общего образования, как и вся образовательная организация города. Не предполагается, уровень начального общего образования не предполагает углубленных предметов. И как и в любой школе в Центре образования есть дополнительные предметные области, есть дополнительные кружки и какие-либо дополнительные занятия, которые могут выбирать дети, как и в любой образовательной организации. Как и прежде, правом преимущественного приема в первые классы будут пользоваться льготные категории граждан. Их полный перечень можно найти на сайте Департамента образования. Кроме того, есть одно важное нововведение. Дети, проживающие в одной семье и на одной территории, они имеют право вне конкурсного зачисления, приоритетного зачисления, независимо от прописки. Вот это нововведение этого года, о котором говорят все. И я хочу родителям ответить на вопрос, который некоторые задают, что если ребенок сейчас учится в 15-м лице, и приоритета с центром образования не существует. Это две разные образовательные организации. Специалисты Департамента образования подчеркивают, что самое главное в начальной школе – это не место, в которое ребенок будет ходить на занятия, а учитель. Прекрасных результатов можно достичь в любой школе, при условии, что налажена связь между педагогом, учеником и родителем. Подать заявление на зачисление в первые классы можно с 1 февраля с 8.30. Детей, которые идут в школы не по прописке, будут зачислять на свободные места с 1 июля. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.